друзья всем привет вы на канале сибирский бродяга с вами жека ну вот друзья отправляюсь в поход сегодня у меня начинается мой старт такого живописного места это наше водохранилище сейчас меня впереди ждет крутой подъем в гору скалистый где-то приблизительно градусов 70 дальше топки болота но я надеюсь что подмерзло так как у нас уже ночью ночью заморозки вот затарился друзья все 130 литров в рюкзаке все 130 литров полные до самого того в общем сейчас вылезем в гору я вам расскажу друзья что у меня за рюкзак вот покажу расскажу все поподробнее идем с ночевкой ночевать будем на берегу реки идем в общем друзья иду сам сам не знаю куда иду в общем в неизвестность вот и дуб по по реке вверх хочу вам показать замечательные наши горные горно-шорсткие виды вот ну и взял сегодня собой спиннинг спробуем порыбачить хариус уже катится так как пришли заморозки вот ну ладно все друзья много говорить не буду двигаем сейчас в гору не знаю вылезу я в нее нет но будем стараться залез только на середину кусты непроходимые ноги запутываются остается маленько он крутой затяжной но не сильно высокий если бы не кусты бы не эти еще то можно было подняться намного быстрее вон она озеро я стартанул снизу получается если бы была бы у меня сейчас лодка я бы не штурмовал бы эту гору а обогнул бы ее по самому озеру вот а так как лодки у меня нету я сейчас штурмую в крутую гору сегодня будет жарко небо чистое но жарко это плохо тоже так как когда днем тепло то ночью очень сильный заморозок но я замерзнуть не должен ночевать сегодня буду в гамаке спальник коврик теплые вещи с собой взял на всякий случай наконец-то вылез я в гору сейчас ищу где мне теперь с горы спуститься на ту сторону и уже пойдем по речке вверх на улице сейчас не холодно сейчас уже теплеет тут вот лесоповал видите друзья все пилят рубят в общем природу нашу не жалеет матушку ну с одной стороны я не то что друзья поддерживаю я пилку конечно не поддерживаю но старый лес обновлять надо вот что я думаю пилить надо вот сухой лес чтобы рост чтобы как сказать давала расти новому лесу так тут вот дорога какая-то есть он разял он туда он мне нужно спуститься сейчас вниз сейчас вот где-то надо искать этот выход отсюда где-то должен быть спуск и сейчас там остановимся отдохнуть это плечи у меня маленько паду стали и пойдем вон там он болотина идет вдали вдалеке можно сказать я уже рядом благо трава упала а то по такой траве нереально идти трава бы стояла выше меня ростов вот такое шикарное место здесь сейчас еще все в золотых в красках осенью начинается небольшая болотина но я сегодня пошел в болотниках не рискнул я этих берцах да и с собой не стал брать но скажу чё болото маленько подморозило что можно идти спокойно а вот днем тут будет засада конечно можно набрать и сапоги ну вот друзья думаю здесь я остановлюсь на перекур и заодно покажу вам рюкзак свой что у меня за рюкзак ох как бы его сейчас снять то ой беда беда оба настало время рассказать о моем рюкзаке рюкзак у меня от компании пик 99 это одна из немногих компаний которая с 1998 года выпускает станковые рюкзаки вот это уже получается более 20 лет на рынке данный рюкзак станковый на 130 литров его особенность что не надо заботиться о тщательной укладке вещей можно вы допустим собрались в поход напихали в него все можно сперлоспальник котелки какие-то шмутки вещи там еду с собой бутылки банки напихали и пошли потому что друзья у него имеет данную особенность у него по всему периметру идет дюраль алюминиевая рама анатомической формы что это предотвращает давить на спину то есть как попало нагрузили вещи рюкзак одели и пошли в общем здесь имеется на спине амортизирующая такая как сказать пара поролоновая по подушка но она толстая она быстросъемная на липучках я сейчас снимать не буду так как он у меня сейчас нагруженный также имеется быстросъемный широкий пояс вот расстегиваете липучку снимаете пояс если он вам не нужен допустим если вы пошли что-то там у вас рюкзак легкий вот и также этот данный пояс позволяет разгрузить нагрузку на плечи то есть нагрузка вот вы отрегулировали рюкзак одели на плечи вы несколько километров прошли и устали вот чтобы плечи у вас не терять время чтобы плечи не болели вы утягиваете бедра то есть вся нагрузка уже пойдет у вас на бедра и плюс также большой плюс данного рюкзака что в нем есть друзья смотрите в нем есть полностью вся регулировка лямок то есть нагрудная вот если у вас устали плечи устали бедра вы можете на грудь застегнуть на фастакси вот и также утянуть но я сейчас все утягивать показывать не буду так как я его сейчас настроил полностью под под себя и также имеются регулировки лямок то есть прижимание к спине ближе чтобы у вас не было отклонения назад чтобы вы не упали где-то там в лесу данный рюкзак чтоб вас не перевешал еще друзья данная особенность у этого рюкзака что имеются удлинители бак удлинители боковых стяжек вот можно закрепить палатку спальник там какие-то еще дополнительные вещи я вот закрепил друзья складной складной коврик потому что штатные лямки штатные утяжки которые шли с данным рюкзаком они короткие вот и производитель мне положил еще удлинители вот такие вот друзья они более одного метра что-то сколько я не помню уже то ли полтора метра так на данном рюкзаке есть еще две вот таких ручки одна ручка с одной стороны и другая ручка с другой стороны это что можно нагрузить рюкзак полностью то есть до килограмм сколько он выдерживает килограмм где-то 60 я думаю нагрузить него можно так как я щас нагрузил в него где-то килограмм 40 чем-то вот и можно переносить за данные ручки рюкзак вдвоем допустим перетащить там с места на место перетащить куда-то в машину загрузить либо там на квадроцикл на снегоход там сани его кинуть вот данный рюкзак имеет множество карманов карманы друзья находятся вот здесь вот сзади рюкзака то есть карманы большие объемные материал кордура 1000 д то есть высоко прочная не промокает на каждом замке имеются вот такие вот паракордовые под цвет то есть цвет хаки под цвет рюкзака имеют вот здесь у меня кружка здесь меня в общем посуда здесь у меня некоторое снаряжение еще мне нравится друзья что в данном рюкзаке есть отдельный отсек для бутылочки пошли вы чтоб можно было быстро утолить жажду вот у меня тут сироп из шиповника я сегодня с собой взял с сахаром и также рюкзак имеет быстросъемный клапан верхний то есть клапан отстегиваете фастекс и отстегиваете сзади крепление на чем он держится и можно его быстро быстро скинуть вот данный рюкзак еще имеет вот здесь вот друзья боковые петли что можно прицепить еще к нему что-то но я думаю в данном рюкзаку на 130 литров если его нагрузить полностью друзья то цеплять больше ничего не нужно потому что все самое необходимое и все самое и даже необходимое у вас в него все все влезет вот здесь у меня топор коврик там у меня был штатив с которого я сейчас снимаю в общем друзья вот такой вот рюкзак данный рюкзак можно купить посмотреть по ссылочке в описании рюкзак мне очень нравится я с ним уже сегодня четвертый поход у меня с ним в общем провожу тесты пока что пока что не нашел я в нем мин минусов рама друзья дюрали алюминиевая там дюрали и плюс авиационный алюминий что данная рама она очень легкая но друзья ладно время задерживать не буду отправляюсь дальше потому что сейчас меня впереди ждет болотина а то сейчас вышло солнце болотина потает и я начну проваливаться так что сейчас пью пью чаек с шиповником и отправляемся сейчас я думаю перекушу маленько батон чаем что-то захотел маленько кушать не завтракал утром утром встал и сразу пошел сегодня взял с собой батон с маком перекусить в дорогу а то дорога не знаю еще длинная не длинная будет ну вверх по реке еду так что рюкзак тяжелый надо подкрепиться отдохнул перекусил за решил зацепить панель сверху так как светит солнце сейчас поставлю на зарядку аккумулятор и идем дальше пока еду в общем аккумулятор у меня зарядится солнце ярко можно сказать палящее даже ох так же тебя нести то родной мой какой же ты тяжелый дорога далее еще предстоит оба все друзья я готов двигаться дальше вот я подошел в первой болотине ну она уже растаяла оба самое главное не набрать сапоги хотя я даже и наберу если я взял с собой сменную одежду носки взял местами подмерзшие вот ребята смотрите какая где мы ходим оба кочки с и не упасть самое главное на кочках тут вот маленькая природа другая старый такой лес разбросаны везде деревья как будто знаете как будто специально валяли он везде под вид бурелома что-то вот везде разбросаны прям такой какой-то мистический лес я бы сказал но знаете идти по такому лесу одно удовольствие еще бы вот таких вот всяких не было валежник но сейчас думаю пойду уже до конца отдыхать нигде не буду подошел к старице там получается бежит речка а потом от речки заходит такое ну типа болото не болото озеро и вот она идет 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 она стелется прям до горы идет мне сейчас нужно перейти вон к тем березам на ту сторону и хочу поставить друзья фото ловушку где-то где-нибудь здесь на бобра сейчас попробуем поискать полотину и плотину нужно вскрыть чтобы бобр вышел ночью ее заделывать вот где-то тут должна плотина быть потому что старец она не была такая стоячая она была проточная значит где-то внизу он ее запрудил здесь не встретилась какая-то интересная находка друзья смотрите какой-то белый ящик а что в нем я даже и не знаю лишь бы не взорвался ребят сейчас мы посмотрим с вами что в нем а это поплавок какой-то поплавок видать видать на речку может или чего его привязывают куда-то вот они много вековые кедры стоят шишка уже вся упала значит медведь сытый вот она ставится вот я не знаю ищу где перейти мне ее можно не знаю как мне перейти и в каком месте чтобы можно было не намочиться потому что я чувствую она даже в болотниках и и не смогу преодолеть ну сейчас походим по выбираем места а вот уже схватился лед так глубокова к глубоко здесь так не знаю или вон там будет помельче наверно а может поэтому бревну слову пейте она хиленькая какой-то ну ты или не стоит или лезьте дальше на правом просто дуром идти все не знаю глубоко здесь нет